Итак, если у кого из вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Священного Писания, но которое имеет в себе глубокую тайну, которое не имеет ни начала, ни конца. Однако, по мере нашего духовного роста и по своей милости, Бог будет открывать нам сокрытое в этом месте Писание значение, которое будет означать наши взаимоотношения с Ним на определенном уровне, на уровне Отца и Сына, на уровне взаимоотношений Бога как Отца, а нас как Его детей. Матфея 5, 45-48. «Да будете с сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». Из этого творческого повеления следует, что оно выражено в формате заповеди, от выполнения которой будет зависеть, наследуемый Царство Небесное или нет. Во-вторых, сынами Небесного Отца могут называться и быть только те святые, которые смогут отвечать требованиям, присущим совершенству их Небесного Отца. Далее, согласно этого места Писания, заповедь в формате повелевающего глагола «да будете» адресовано Христом непосредственно только своим ученикам. Далее, достоинство ученика призвано служить подтверждением того, что мы являемся детьми Божьими. Совершенство Небесного Отца в данной заповеди определяется в оружии света, которое призвано отделять свет от тьмы и управлять днем и ночью, и являть должное воздаяние как праведным, так и неправедным. Если человек полагает, что он является Сыном Небесного Отца, но не облечен в оружие света, присущего Богу, то он не способен будет отличать свет от тьмы, добро от зла, проклятие от благословения и широкие врата от тесных врат. А следовательно, он не способен будет являть святость Бога в проявлении света и дождя для праведных и для неправедных, в силу чего его родство с Богом или же его сыновство будет находиться под большим вопросом. Так, например, когда Бог посылает свой свет и свой дождь для праведных, то в этом проявлении Бог являет для праведных свое благоволение и свое помилование. В то время, когда его свет и его дождь изливаются на неправедных, то в этом проявлении Бог являет для неправедных свое наказание. Иова 37,11,13 «Так же влагой Он наполняет тучи, и облака сыплют свет Его. И они направляются по намерениям Его, чтобы исполнить то, что Он повелит им на лице обитаемой земли. Он повелевает им идти или для наказания, или в благоволение, или для помилования». Это одно из многих мест Писания, которое свидетельствует о том, что любовь Божия Агапи избирательная, о чем свидетельствуют и другие места, или же другие авторы Священного Писания. Так апостол Павел пишет об избирательной любви Божией, что она к одним являет благоволение, а к другим являет свой гнев. Римлянам 11,22 «И так видишь в благости строгость Божию, строгость к отпадшему, а благость к тебе. Если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен». Так что не следует обманывать людей, что Бог их любит такими, какие они есть, и что они делают, Бог продолжает их любить. Бог любит людей в лице Своего Сына такими, как Его Сын. И если мы не станем, как Его Сын, то мы будем отсечены. «Отпадшие от веры», написано строгость к отпадшим, отпадшие, нечестивые, это люди, воспротивившиеся истине, которая содержит в себе начальствующее учение Христа и избравшие себе учителей, которые могли бы льстить их слуху. Таких людей Бог возненавидит и изгладит их имена из книги жизни вечной навсегда. Это подтверждено другим пророчеством, Иеремия 12, 8. «Удел мой, то, что я искупил, мое достояние, мой народ, удел мой, сделался для меня, как лев в лесу, возвысил на меня голос свой, зато я возненавидел его». Разумеется, напрямую эти люди не могут бросить вызов против Бога, но они бросают вызов против тех, кого Бог поставил над ними, и говорят, что они не нуждаются больше в том, чтобы кто-то был над ними, что они сами абсолютно независимы, совершены и самодостаточны. Далее, проявляться функции света и дождя могут только в дисциплине воскресения, как в высшей степени проявления силы Божьей. По своей структуре функции света и дождя, которым мы должны соответствовать, многообразны, многолики, многозначны, многогранны и многофункциональны. Далее мы отметили, что функции сверхъестественного света и дождя, выраженные в благости и строгости Божьей, сфокусированы и персонифицированы в личности Иисуса Христа и явлены в деле искупления, совершенного Христом. А следовательно, благость и строгость в формате света и дождя исходят от Христа посредством силы Святого Духа исключительно через категорию учеников Христовых. То есть через ту категорию учеников Христовых, которых Он поставил пасти свою церковь. 2 Коринфянам 1, 20. «Ибо все обетования Божии в Нем, да, и в Нем, аминь». Речь идет о Христе. Славу Божию через нас. Ни одно обетование человек не может наследовать независимо от тех, кого Бог поставил в церкви, чтобы они могли утверждать ее, поливать ее и давать ей семя. В связи с этим мы стали рассматривать путь к совершенству как путь к своему жениху в образе избрания Ревеки для Исаака Елизером, домоправителем дома Аврамова. И остановились на рассматривании образов, содержащихся в тех вещах, которые получила Ревека от Елизера, когда дала согласие на брак с Исааком, которые мы стали рассматривать в серебряных вещах, в золотых вещах и одеждах в святилище. Бытие 24, 49, 53. «И ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду Господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь направо или налево». И отвечали Лаван и Вафуил, и сказали, «От Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот, Ревека, пред тобою, возьми и пойди. Пусть будет она женою сыну, господина твоего, как сказал Господь». Когда раб Аврамов услышал слова их, то поклонился Господу до земли. И вынул раб серебряные вещи, и золотые вещи, и одежды. И дал Ревеке. Также и брату ее, и матери ее дал богатые подарки. Разумеется, что невеста получила какие-то отличительные подарки от тех подарков, которые получили брат Ревеке и ее мать. Потому что для невесты нужны были такие дары в этих вещах, которые могли бы способствовать ей, и чтобы она могла совершить путь к своему жениху образно. А для этих, которые и оставались, и для которых не являлась целью встреча с женихом, им даны были другие подарки. Поэтому все имеют дары Святого Духа. Но для одних эти дары Святого Духа трансформируются в принципы духовные, которые приведут их к совершенству, а для других только для того, чтобы порадоваться и сказать, какие богатые подарки. Мы даже давайте устроим специальные курсы, каким образом можно упражнять дары Святого Духа и так далее. Мы не имеем права делать курсы для упражнения даров Святого Духа. Это противно Богу, потому что Дух Святой является Господином даров Святого Духа, и Он не позволит нам манипулировать собою. Он будет проявлять дары Святого Духа, когда Он хочет, через кого Он хочет и каким образом Он хочет. Поэтому этому учиться абсолютно не следует. Следует просто быть готовым, быть смиренным. Бог смиренным дает благодать. Но люди, которые учатся, у них начинает нечто вырастать вот здесь. Рога такие ветвистые. Они начинают думать о себе. О, мы можем наступать на бесов, мы можем совершать сверхъестественные чудеса и знамения. Бог не требует от тебя этого. Бог требует от тебя только одно, чтобы ты приносил плод. Он говорит, дай мне твое сердце, мне не нужна твоя евангелизация, мне не нужна твоя добродетель, мне не нужны твои праздники, отдай мне твое сердце. Бог хочет, чтобы мы приносили плод. Поэтому мы отметили, что в данном месте Писания на иврите под словом «вещи» подразумевается принадлежность для устроения святилища. Это сосуд, устройство, изделие, священная одежда. Вот так на иврите это место Писания звучит, с такими оттенками. Это прибор Писца, которым мы призваны наносить заповеди Божьи на скрижали своего сердца. Это измерительный прибор, которым мы призваны исследовать, верили мы или нет. Это музыкальный инструмент, которым мы призваны исследовать, имеем право мы хвалить Бога или не имеем. Это воинское оружие, данное для того, чтобы мы могли противостоять в день злы всем демоническим соединениям. Это орудие земледельца, которое призвано вспахивать наше сердце, приготовить его к слышанию Слова Божья, делать нас столпом в храме Бога нашего, делать нас способными слышать и обонять в сфере четвертого измерения. Учитывая же, что на иврите имена существительные могут рассматриваться и в действии глаголов, в силу чего значения исследуемого предмета или свойства могут дополняться и обращаться или же обогащаться, то в состоянии глагола Слова Вещи на иврите выражает отношение Бога к избранному им народу. И это будет означать благотворить, облагодетельствовать, делать милым, нежным или очаровательным, получать благодать, благоволение или пощаду, быть помилованным или быть предметом сострадания, быть отделенным или освященным владыки на всякое доброе дело, быть возведенным на престол или получить власть на наследие во Христе Иисусе, передавать право на владычество над своим призванием, то есть получить власть над своим призванием. Ранее при рассматривании серебряных и золотых вещей в образе сосудов и изделий святилища мы пришли к выводу, что устроение самих себя в серебряные сосуды демонстрировали, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог, в то время как устроение самих себя в золотые сосуды наделяли нас властью над тем, что сделал для нас Бог в нашем предназначении. Далее мы отметили, что когда речь идет о больших домах, в которых присутствуют сосуды для высокого и для низкого употребления, имеется в виду образ церкви на земле, так как исходя из откровений, содержащихся в Писании, в образе Дома Божьего, который находится на небесах, сосудов для низкого употребления просто нет и в помине, потому что находиться на небесах, которые являются небесным домом Бога, и в то же самое время не принимать то, что исходит от Духа Божия, да еще и почитать это безумием невозможно. А именно такими людьми сегодня переполнена церковь. Людьми душевными, спасенными, которые не принимают то, что от Духа и почитают это безумием. 1 Коринфянам 2,14 душевный человек, то есть спасенный человек, не принимает того, что от Духа Божия в силу определенных причин, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надо судить духовно. А посему то, что Бог терпит в среде своего народа на земле, Он никогда не потерпит на небесах, потому что душевный человек и в небесах не сможет принимать того, что будет исходить от Духа Божия, так как и в небесах он будет почитать это безумием. При этом мы отметили, что младенцы во Христе это всегда люди душевные, а вот душевные люди не всегда младенцы. Разница между ними заключается в том, что категория людей, обладающая достоинством младенцев, это категория людей, обладающие добрым сердцем, способным прощать нанесенные им обиды и быть покорными своим наставникам. А следовательно, категория младенцев является глухими к худой информации о своих наставниках. В то время как душевные люди это люди жестоковыйные, так как обладают жестоким сердцем, в котором тлеет зависть и гордыня, в силу чего они не способны прощать тех, кто более успешен, чем они. А следовательно, худая информация, которая не слышит о своих наставниках, является их излюбленной пищей и их излюбленным питьем. В результате категория младенцев принимает все то, что они слышат от своих наставников, хотя и не способны постигать этого своим интеллектом, потому что они слушают это своим сердцем. А категория душевных людей принимает только ту информацию, которая льстит их слуху и которую они могут постичь и переварить своим интеллектом. В определенном формате мы уже рассмотрели образ золота, представляющий дело, совершенного Богом искупления и связанных с ним предметов в таких конкретных и священных изделиях, которые обуславливали святилище, это золотой светильник, золотой стол хлебопредложений, золотой жертвенник курений, золотая ходильница, золотой ковчег завета, а также те вещи, которые находились в ковчеге и которые были положены внутрь ковчега и по правой стороны ковчега, практически ради вот этих вещей, которые были положены внутрь ковчега и которые находились по правой стороны ковчега, созидалось все это великолепие. Ради этих вещей. Второзаконие 31, 24, 26. Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав, возьмите сию книгу закона и положите ее одесную, старославянское слово, по правую сторону ковчега завета Господа Бога вашего. И она там будет свидетельством против тебя. Интересно, свидетельством против тебя. На самом деле она должна была бы быть свидетельством за нас. Но тот ковчег, который не являлся буквально сердцем человека, совестью человека, только образом, то против такого ковчега она была свидетельством. Золотой ковчег – это добрая совесть, очищенная от мертвых дел и помещенная в законы и уставы, содержащиеся в книге завета, лежащей по правую сторону ковчега. То есть это наша совесть, пребывающая в Слове Божьем. Потому что, когда мы что-то делаем, или же хотим делать, наша совесть нам говорит, что правильно, а что неправильно. А говорит она нам только потому, что там есть законы. Наша совесть осуждает нас на основании полученных нами знаний. Если знания неверны, недостаточны, то и суд нашей совести будет неверным и недостаточным. Наша совесть не может состязаться со Словом Божиим. И иногда люди говорят, если совесть не осуждает, значит и Бог не осуждает. Бог тебя не осуждает в том случае, если ты книгу завета поместил в свою совесть. И тогда, если совесть твоя тебя не осуждает на основании той книги завета, которая положена в твое сердце, то и Бог тебя не будет осуждать. Но если ты в свое сердце положил человеческие постулаты и постановления, которые ты принял как истину, то, разумеется, твоя совесть тебя будет осуждать за то, что не является грехом. И не будет осуждать за то, что является грехом. Именно посредством законов, находящихся в книге завета, наша добрая совесть призвана свидетельствовать против нас, когда мы будем нарушать постановления, написанные в наших сердцах. В буквальном же смысле слова, когда книга завета, представляющая интересы Царства Небесного на земле, была положена одесною ковчега завета Господня, то для того, чтобы порядок Царства Небесного, выраженный в законах, находящихся в книге завета, получил закон и статус на земле и вступил в свою юридическую силу, их необходимо было ратифицировать, то есть предать им закон, законное основание, юридическую платформу. И для этой цели Бог повелел, чтобы Израиль разместился на вершинах двух гор, шесть колен на вершине горы Горезим, гора благословения, и шесть колен на вершине горы Гевал, гора проклятия, и чтобы левиты провозгласили каждое проклятие и каждое благословение, а весь народ, находящийся на двух вершинах, каждое провозглашенное проклятие и каждое провозглашенное благословение скреплял бы словом «Аминь», что означает «истинно и верно», и таким образом ратифицировал бы их. В данном постановлении мы с вами усмотрели принцип соработы нашей веры с верой Божией, благодаря которому мы призваны наследовать спасение от греха и смерти. Когда мы принимаем благовествуемое Слово о Царстве Небесном в свое сердце, вещи, находящиеся внутри ковчега, которые представляют образ Христа и содержащиеся в нем наследие нашего спасения, помещаются в наше сердце. Когда же мы исповедуем веру нашего сердца своими устами, мы помещаем себя во Христа в предмете книги Завета, положенной по правую сторону ковчега. И таким образом мы ратифицируем веру нашего сердца в спасение в силу чего наша вера в спасение обретает правовой статус пред Богом. Если мы не исповедуем нашими устами, то обетование, которое мы слышим и принимаем верой в наше сердце, то это обетование не получит правового статуса в нашей жизни. Римлянам 10.9.10 этот принцип. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых». Вы помните, что в ковчеге были положены золотой сосуд с манной, слово Божие, скрижали закон и жезла Аарона, рассветши, говорящие о смерти и воскресении Христа и принесши плоды воскресения. Это была обыкновенная палка из миндального дерева, и когда она была положена перед Господом, и на нем было написано Аарон. Также были и другие жезлы положены, которые притязали на это. Они говорили, что Аарон и Моисей, мы тоже имеем право, мы тоже искупленные, но Бог сказал, положите ваши жезлы предо Мною. И наутро, когда они пришли к Скинии, жезл Аарона, это обыкновенный посох из миндального дерева, расцвел, пустил цвет и дал плоды. И Бог сказал, положите это в ковчег Завета. Это смерть и воскресение. Если мы знаем, то воскресение оправдывает нас. Смерть Господа нас не оправдывает. Воскресение оправдывает. Он умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. И поэтому, если это в нашем сердце есть, мы приняли, Писание говорит, если сердцем твоим будешь веровать, что Бог воскресил его из мертвых, это у тебя уже там есть, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Если не исповедуешь это устами, не будешь спасен. Книга закона – это Пятикнижие или Тора. И то, что мы с вами сегодня называем Новым Заветом, по сути дела является богодохновенным толкованием Торы, то есть Пятикнижие. Пятикнижие – это благословение и проклятие, определяющее святость Бога в его благодати, которое проявляет себя в его благости к праведным и в его строгости к неправедным. И сию благость, содержащуюся в книге Завета в формате его благоволения, как мы с вами уже поняли, мы призваны наследовать в сути 12 имен патриархов, стоящих во главе 12 колен сынов Израилевых. Потому что, когда Моисей записал эту книгу закона, он благословил каждое колено в лице родоначальника этого колена особыми видами благословения, которые содержались в книге Завета. Поэтому именно в адрес этих родоначальников были направлены 12 определенных благословений, которые являются нашим наследием, сберегающимся Богом на небесах во Христе Иисусе для нас с вами. Смысл, заключенный в каждое персональное имя патриархов, содержит в себе составляющую судьбы искупленного человека, которую Бог предназначил для него прежде создания мира и поместил это наследие в первородстве Христа Иисуса. А посему, если у нас не будет учения, как сработать с целенаправленной истиной и со Святым Духом, призванными, поместить нас во Христе Иисусе, чтобы наследовать все то, что Сын Божий имеет в наследии своего Отца по праву своего первородства, то у нас не будет никакой возможности оказаться в Нем, чтобы наследовать с Ним Его чистое, святое и нетленное наследие, не имеющее никакого отношения к материальным ценностям. Первородный по отношению ко Христу, а следовательно и для нас с вами, если мы находимся во Христе, означает начаток Небесного Отца, то есть начальствующая сила Небесного Отца, первенец Небесного Отца, крепость Небесного Отца, верх достоинства Небесного Отца, верх могущества Небесного Отца. Эти уникальные благословения, кем являемся мы во Христе Иисусе по праву нашего искупления, мы с вами вынесли изначение сути, которые содержались в имени Рубима. Таким образом, достоинство первородства по отношению ко Христос означает наделенный всякой полнотой силы и власти, как над мертвыми, так и над живыми. Так сказано о Христе, дабы Он мог властвовать, господствовать, как над мертвыми, так и над живыми. Ему дана власть. Значимость первородства Христа включала Его первенство во всех благих намерениях и предприятиях Небесного Отца. Вы помните, бегущий на ресталище бежит один. Много бегут, а награду получает один. И мы с вами как-то разбирали, что же нам делать? Нам, чтобы гонять друг друга, соперничать друг с другом, чтобы получить награду. Соперничай, не соперничай, награду получит только один. Будут нас десятки миллионов бежать, а награду получит один. Так кто же этот один? Этот один Христос. И в нем мы получаем награду, в его первенстве. Если мы будем во Христе, мы должны бежать так, чтобы оказаться во Христе, чтобы получить с Ним награду, потому что награда дается Христу. Если мы в нем, то тогда она распространяется на нас. Поэтому, все, что мы призваны и можем иметь в деле и наследие искупления Божия, по праву преднадлежит Христу и находится в первородстве Христа. Именно по этой причине, чтобы наследовать со Христом все то, что находится в Его первородстве, Церковь Иисуса Христа не только называется, но и является Церковью первенцев. Нам дано не только называться, но и быть детьми Божьими. Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах. Бог называет всех первенцами, кто помещен во Христа, потому что Христос – первенец. А посему весьма судьбоносно необходимо осознавать, что только находясь во Христе Иисусе, мы становимся подлинными наследниками Его искупления, которое прямым образом связано с Его первородством, содержащим в себе все Его достоинства, все Его награды и все Его положения на небесах. И если мы в силу любых причин откажемся сработать своей верой с верой Божией и со Святым Духом, чтобы позволить Богу поместить нас во Христе Иисусе и таким образом наследовать все то, что связано с Его первородством, то это будет означать лишь одно, что мы, подобно Исаву, пренебрегли наследием нашего первородства, содержащегося в деле искупления Божия и сами сделали себя недостойными жизни вечной и сами обрекли себя в категорию людей, которых возненавидел Бог. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели четыре составляющих нашей судьбы в образе или в предмете четырех имен патриархов, в которых раскрывается наше наследие, сокрытое в первородстве Христа и связанное с Его первородством положение и достоинство. И остановились на исследовании пятой составляющей нашей судьбы во Христе Иисусе, которая содержится в имени Иосифа. Давайте заново вспомним, возбудим в себе, что это за благословения, которые принадлежат нам, или что это за судьба, которая положена на наш счет в имени Иосифа. Второзаконие 33, 13, 17. Об Иосифе сказал, о тебе Господь сказал, принимайте это к себе, да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба. То есть вы можете взять это местописание и все вот эти 12 благословений, 12 патриархам, и начать их читать приблизительно таким образом. Да благословит Бог землю раба своего или рабы своей вожделенными дарами неба, рассою и дарами бездны, лежащей внизу, вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны, превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных и вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее. Благословение, явившегося в Терновом кусте, да придет на мою голову, как на теме наилучшего из моих братьев. Бог хочет, чтобы мы так молились. Да будет крепость наша, как крепость первородного тельца, и роги наши, как роги буйвола. Да избадем мы ими народы все до пределов земли. Это тьмы Ефремовы, это тысячи монассийны. То есть это сказано к Иосифу, но это наша судьба. И я хотел бы, чтобы вы научились молиться настоящими молитвами. Возьмите молитвенные слова и идите ко мне. Хватит молиться своим творчеством, своим интеллектом. Все уже давно приписано. Берите эти благословения, когда вы начнете говорить, да будет, да будет, да будет, то это начнет свершаться. И когда вы будете говорить, да не будет этого со мною, тогда это будет охраняться. Потому что этот глагол, это имя Бога, Яхве, в котором, в этом глаголе, да будет дано нам, именно с этой целью. В связи с этим судьбоносным пророческим иносказанием мы стали рассматривать образ нашего наследия в вещах, данных Елизером Ревеки, в благословениях, данных Иосифу, которые он образно наследовал в плоде своего духа за перенесение напастей со Христом. Это образ вожделенных даров неба, образ росы, образ даров бездны, лежащие внизу, образ вожделенных плодов от Солнца, образ вожделенных произведений Луны, образ превосходнейших произведений гор древних, образ вожделенных даров холмов вечных, образ вожделенных даров Земли и образ благословений, явившегося в Терновом кусте. Я не знаю, сколько нам понадобится времени, чтобы исследовать только те благословения, которые заключены в имени одного Иосифа. Но сколько надо, столько и возьмем, и да поможет нам Бог. При исследовании сути имеющегося воздаяния, выраженного в формате благословений, доступ к которым открывается через перенесение напастей со Христом, мы отметили, что представлено это воздаяние Святым Духом в образных иносказаниях плода нашего Духа. А посему воспринимать и трактовать их в прямом смысле было бы крайне не только нелепо и неразумно, но и пагубно. Так как по своей исконной природе имеющееся воздаяние – это святое, чистое и неувидаемое наследие Христа, сохраняющееся для нас на небесах, призванного открыться в последнее время через соработу нашей веры с верой Божией. А посему рассматривать имеющееся воздаяние в эквиваленте материальных ценностей означает совершать подлог, заменяя истину ложью и тем самым обращать себя в сынов погибели, что сегодня делают потрясающие большинство христиан. Они сегодня подменяют истину ложью, используя то, что нужно брать, то есть те принципы веры, которыми мы должны брать свое нетленное наследие, они используют его для наследия тленного. Говоря, что Бог этого хочет? Бог хочет, как я говорил и буду говорить, чтобы мы искали Царство Небесное в Его правде, в Его мире и в Его радости. А Богу представили возможность благословлять нас. Да, Бог хочет благословить нас материальными благословениями, но это Он хочет. А мы не должны этого хотеть. Бог говорит, а вы должны хотеть искать Меня в Моей праведности, в Моем мире и в Моей радости. Ищите же прежде Царство Божие силы Его, а это Моя прерогатива. А мы начинаем, как я часто говорю, брать то, что хочет Бог, и говорим, видите, Бог же хочет. Но это хочет Бог, это роль Бога. Зачем ты берешь роль Бога? Зачем ты себя делаешь Богом? Это пагубно. Ведь когда мы начинаем использовать духовные принципы для материального благословения, мы начинаем роль Бога занимать, а Богу отводим роль человека. Скажите, что же нам за это будет? Погладит ли нас Бог за это по головке? Да хоть сколько вы будете кричать потом, Господи, Господи, да мы Твоим именем и то, и то делали. Он скажет, отойдите, я никогда не знал вас. По плодам их узнаете их. Изгонять бесов. Исцелять, совершать чудеса и знамения – это не плод. Плод – это измененный характер, который приходит через обрезание, когда мы оставляем свой народ, свой дом и свои амбиции в сторону. Итак, крепость первородного тельца врага Буйвола, благодаря которым Иисус в имени Иосифа уполномочен в нас и через нас, не изложить силу всех народов, земли, противящихся истине искупления. О истине искупления в основном противятся только нечестивые люди, мир не знает ее, чтобы противиться ей. Это тьмы Ефремовы и тысячи монастейные, под которыми подразумевается категория невесты Агнца, которая не зложит эти нечестивые народы. Напомни, имя Ефрема означает плодородная земля, добрая земля, добрая почва, доброе сердце, добрая совесть. В то время как имя монастей означает забвение горечи, указующее на перенесение предательства со стороны его братьев. Поэтому это определение почвы доброго сердца Иосифа, отраженное в плоде его духа, выраженного в способности прощать измену, боль, утрату и другие нанесенные ему обиды его братьями. Само же по себе имя Иосиф означает, Бог прибавит еще детей, что указывает на тот фактор, что в первородстве Христа Иисуса всякий человек призван размножиться в своих потомках, который в данном случае символизирует умножение плода нашего духа в формате нашего наследия во Христе Иисусе, а не количество наших детей. Не количество наших детей, а умножение плода нашего духа. Именно способность приносить много плода, а не какие-либо другие деяния, потому что и люди мирские рождают много детей. Поэтому приношение плода прославляет нашего Небесного Отца и дают нам право быть учениками Христа. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Иоанна 15, 8. Приношение плода или же показания в своей вере семи свойств духа всегда неразрывно связано со страданиями и является результатом страданий со Христом из-за Христа. Ведь по сути дела имена сыновей Иосифа, в которых образно представлен добрый плод Иосифа или же его сердца, это результат его страданий. Исходя из Писания, такой уникальный род страданий является привилегией только учеников Христовых. И не страшитесь ни в чем противников, Филиппийцам 1, 28, 30. И это для них есть предзнаменование погибели, когда наши противники извращают наши святые порывы и глумятся над нами, когда они приписывают нам то, чего у нас нет. Когда мы называем себя помазанниками, а они говорят, они антихристы, потому что называют себя Христами, потому что называться помазанниками – это называться детьми Божьими, то написано, это для них предзнаменование погибели, а для вас – спасение. Если вас так поносят, то это для вас предзнаменование вашего спасения. Так поступали с пророками, с истинными пророками их отцы. И сие от Бога написано, потому что вам дано ради Христа не только веровать, но и страдать за Него, то есть как привилегия не только веровать, но и страдать таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите во мне. Страдание со Христом, где нам представляется привилегия принимать на себя злословие злословящих Его, является частью богатого наследия в первородстве Христа Иисуса. Это наше богатство. Я часто говорю, это наши отличительные знаки. Не опускайте голову, и когда вас поносят, гонят и извращают ваши порывы, и говорят то, чего вы не говорили, не идите вы ее снять. Поднимите вашу голову или восклоните ее и скажите, «Благодарю тебя, Господи, что ты удостоил меня пострадать за имя Твое». Ученики радовались, когда их называли еретиками. Они шли выяснять, докажите, что мы еретики. На каком основании? Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещиваю вам, как завещал мне Отец мой царство. Да идите и пьете за трапезу и моею в царстве моем, и сядете на престолах судить двенадцать колен Израилевых». Луки 22, 28, 30. Таким образом, именно первородство Христа в имени Иосифа дает нам право вначале разделить со Христом его напасти, именно вначале разделить его напасти, чтобы затем разделить с ним его триумф и его царство. В определенном формате мы уже рассмотрели первые три образа наград за перенесение напасти со Христом в предмете дождя, в предмете росы и в предмете даров бездны, лежащей внизу, и остановились на исследовании следующего образа наград – это благословение вожделенными плодами от солнца. назначения, которые призваны выполнять вожделенные плоды солнца – это наделить нас правом и полномочием хвалить Бога. Хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды света. Псалом 148, 3. То есть, обратите внимание, зачем нам нужны эти плоды, вожделенные плоды солнца, чтобы мы могли хвалить Бога. Вот что означает, если вы имеете эти вожделенные плоды от солнца, значит, вы можете хвалить Бога, если вы их не имеете, вы не можете хвалить Бога. Хвалить Бога – это право и способность поклоняться Богу в духе и истине, или же призывать Бога. В силу чего дисциплина хвалы призвана охватывать весь спектр отношений между человеком и Богом, который может совершаться исключительно в формате поклонения. Сам фактор дисциплины хвалы по своей сущности является многозначным, многогранным и многофункциональным. Я напомню, термин «хвалить» или глагол «хвалить» означает «чтить и почитать Бога», «славить и словословить Бога», «восхвалять и прославлять Бога», «представлять пред Богом доказательства своей праведности». «Благодарю Тебя, Господи, что Ты оправдал меня по дару благодати и искуплением во Христе Иисусе». Я каждый день, много раз провозглашаю это слово. Как только вспомню, радуюсь и сразу говорю это, «благодарю Тебя, Господи, что Ты оправдал меня во Христе Иисусе по дару благодати и искуплением во Христе Иисусе». Таким образом, я всегда утверждаю мою праведность, которая во мне. Сиять, излучать свет, светиться, перечислять имена и титулы Бога, перечислять совершенные дела Бога. Вы, наверное, обратили внимание на Давида и других авторов Писания, как они зачем-то начинали благодарить Бога за то, что Он вывел народ из Египта. «Давид, ну тебя же Он не выводил, там это какие-то твои где-то предки. Чего ты все время за это благодаришь Бога?» Да потому что мы имеем органическую связь к тем людям, которые вышли из Египта. Это наши отцы. Если мы не имеем к ним привязанности, мы и не спасемся. «Хвалиться Богом, а не богатством, и не знанием, и не религиозным опытом, и не мудростью какой-то, и не какими-то силами сверхъестественными. Оставаться и не покидать своего места в теле Христовом. Быть верным своему призванию. Изучать и восполнять желания Бога. Доверять Богу и уповать на Бога». Вот что означает глагол «хвалить». И это неполный список. И чтобы исследовать самих себя, насколько наша хвала является результатом вожделенных плодов солнца, мы взяли за основанием Псалом 49, стих 23. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». То есть только тот получит спасение или благоволение Божие, кто приносит в жертву хвалу. «Чтобы жертва хвалы в предмете вожделенных плодов от солнца могла чтить Бога, необходимо, чтобы она отвечала требованиям богоугодной жертвы, в которой человек мог бы привести Богу доказательства, направо приносить жертву хвалы, а также конкретизировать, а за что он конкретно благодарит Бога. Любая молитва должна начинаться с благодарения. С благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Если же мы начинаем свою молитву с просьбы, мы нарушаем принцип поклонения, и наша хвала не будет жертвой. Вы думаете, легко было для Исфири начинать приглашать царя на пир, в то время, когда над ней Дамоклов меч навис и над всем ее народом. Она его пригласила на пир и радовалась с ним. «Какое желание твое, царица Исфирь? Я удовлетворю даже до полцарства. Она, приди и завтра еще ко мне на пир». Она хотела восполнить желание царя, сделать радостным его сердце. И только потом, на третий день, она в этом благодарении свое прошение высказала. «Продана я и народ мой на смерть, на погибель». И, конечно, если мы принесем хвалу Богу и потом выразим наше прошение, оно будет принято. А посему, чтобы не горчать Бога своим так называемым прославлением, мы решили рассмотреть ряд вопросов это сущностей, статус легитимности хвалы, назначение хвалы, цена хвалы и результат хвалы. Напомню, жертва хвалы, как акт истинного поклонения, призвана присутствовать во всех имеющихся аспектах искупления. Она призвана выражать себя в общении с Богом, выраженном в поклонении. Именно там призвана выражать себя жертва хвалы. Жертва хвалы призвана представлять себя в представлении совершенств Бога, явленных в святости, в получении защиты Бога от его гнева. И когда они стали словословить Господа, именно тогда Бог начал производить несогласие между мавитянами, амадентянами и жителями горы Сеира. И когда Израиль пришел для того, чтобы воевать, то не с кем уже было воевать. Враги Израиля истребили друг друга, каким образом? Да потому что они стали словословить Бога по Писанию и называть, кем для них является Бог, и что сделал для них Бог, и кем они являются для Бога во Христе Иисусе, и на каких основаниях они могут входить в Его присутствие, как ходатай. Поэтому жертва хвалы призвана участвовать в получении защиты от Бога, в получении от Бога победы над своими врагами. Учитывая, что хвала приносится в формате жертвы, то из этого следует следующее. Кто может приносить жертву? Это говорит о том, что если хвала – это жертва, то она должна приноситься, во-первых, особым человеком, обладающим правом входить в присутствие Бога в достоинстве ходатая. То есть необходимо быть священником, посвященным, помазанным, отделенным, получить одеяние священника и знать весь закон, как входить в его присутствие в этом одеянии и как вносить туда кровь и опресники. Во-вторых, хвала, как всякая жертва, призвана приноситься на особом месте, которое изберет Бог. В-третьих, хвала, как всякая жертва, призвана приноситься в особом порядке, в соответствии определенной последовательности, означенной в предписаниях особого устава. В-четвертых, посредством хвалы дети Божьи призваны подтверждать свое право на отношение с Богом. В-пятых, посредством жертвы хвалы они призваны выстраивать правильные взаимоотношения с Богом и получать своевременную помощь. В-шестых, жертва хвалы является доказательством и некой идентификацией Царства Небесного в человеке. Если человек приносит подобающую хвалу Богу, то это является доказательством того, что Царство Божие внутри его. В-седьмых, жертва хвалы является атмосферой, в которой пребывает и являет себя Бог. И атмосферой, в которой Бог становится альфой и омегой нашего упования и нашего спасения. Псалом 21, 2, 6, подтверждающий эту мысль. Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? Вдалеке спасение моего слова, вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне. Ночью и нет мне успокоения. Как я часто говорю, многие из нас испытали это обстоятельство. Но свет, но ты свят и живешь среди словословий Израиля. Хочешь обнаружить Бога, хочешь увидеть Его, хочешь, чтобы Он заговорил к тебе, но ты свят и живешь среди словословий Израиля. Начни провозглашать, кем для тебя является Бог и что сделал для тебя Бог во Христе Иисусе. И ты увидишь результат. На тебя уповали отцы наши, уповали и ты избавлял их. К тебе взывали, они были спасаемы. На тебя уповали и не оставали в стыде. Ты не останешься в стыде, если начнешь хвалить Бога тем, что будешь говорить, кем Он для тебя является и что Он для тебя сделал, а не что тебе сейчас нужно. Поэтому в данном молитвенном общении Давида с Богом мы обратили внимание на следующие моменты, что молитвенный вопль будет оставаться без ответа до тех пор, пока в него не будет вплетена хвала в прославлении словословия. Во-вторых, молитвенный вопль, растворенный словословием, должен быть связан с родословной Израиля и служить доказательством органической причастности к отцам Израилем. К тебе обращались отцы наши, на тебя уповали и были спасаемы. Если ты спас отцов наших, а мы их дети, ты спасешь и нас, и мы благодарим тебя за это спасение. В-третьих, молитвенный вопль, растворенный словословием, призван служить определением и доказательством упования на Бога. А посему отсутствие хвалы в молитвенном вопле служит доказательством того, что человек отказывается уповать на Бога, в силу чего такая молитвенная жертва бесчестит Бога. Вот почему многие молитвы никогда не будут услышаны Богом, потому что в этих молитвах отсутствует подобающая хвала, свидетельствующая пред Богом об уповании на Его защиту. Чтобы определить назначение и роль, которую призвана выполнять жертва хвалы в вожделенных плодах от солнца, мы обратились к положениям, содержащимся в уставах Господних, которые раскрывают суть хвалы в содержании заповедей Бога. Чтобы хвалить, нужно знать, как хвалить. Инструкции хвалы содержатся в уставах Божиих. А уставы Божии раскрывают заповеди Божии. Псалом 118, 171, 172. «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим». Видите, до тех пор, пока я не буду научен уставам, мои уста не смогут по-настоящему приносить жертву хвалы. «Язык мой возгласит слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны». Мы с вами не раз отмечали, что заповедь повелевает, что мы должны делать, а чего делать не следует, в то время как уставы предписывают, кто обладает правом это делать, на каком месте он должен это делать, в какое время он должен это делать, и в какой последовательности он это должен делать. То есть уставы – это инструкции, как исполнять заповедь поклонения, как призывать Бога. Таким образом, ключ к освоению стратегии хвалы в данной молитвенной фразе находится в смысловом значении фразы «когда ты научишь меня уставам Твоим», что по сути дела означает. Научить уставам фраза вот эта «Твоим» означает. Пошлешь учителя и наставника. То есть вот так вот на иврите эта фраза истолковывается. Учиться быть учеником в соответствии Твоих уставов. Научаться от уставов платить цену за ученичество. «Быть приученным действовать в пределах Твоих уставах», то есть в границах уставов. «Быть наставленным на путь уставов Твоих, быть приготовленным к исполнению уставов Твоих, быть вразумленным и обученным восхвалять Твои уставы». Если человек откажется быть наученным и вразумленным уставами Бога, предписывающими, в каком порядке следует приносить жертву хвалы, его жертва не будет соответствовать хвале подобающей, что будет являться оскорблением Бога. Поэтому, как бы мы красиво и слаженно не пели, если мы не понимаем, что такое настоящая хвала, Бог будет воспринимать это как оскорбление. Потому что главная суть заключается в мотивах и в понимании того, что мы делаем. Молитвенный вопль, который не представляет доказательств на просимое, и в который не вплетена хвала за предмет просимого нами избавления или обеспечения, останется без ответа. Далее мы отметили, что постигнуть уставы, предписывающие, как наблюдать за своим путем, чтобы приносить жертву хвалы своим интеллектом или разумом, физическим умом, невозможно. И если человек не признает этого фактора, его хвала далеко будет отстоять от хвалы подобающей. Псалом 118, 169. На иврите глагол «вразуми», задействованный Давидом в правомощности, легитимности принесения своего вопля в присутствие Бога, подчеркивает как конкретное состояние просителя, так и конкретные составляющие просимого. То есть мы должны представить мотивы, почему мы это просим, зачем нам это нужно, а также, что мы конкретно просим, составляющие конкретно, что ты хочешь. Можно кричать сколько угодно, «Сын Давидов, помилуй меня!» «Сын Давидов пройдет мимо!» И только когда ученики сказали, «Господи, учитель, ну ты видишь, не дает покоя, кричит, ну, ну, ответь», то он уже ответил на мольбу учеников об этом человеке и подозвал его к себе и спросил его, что ты хочешь. Он говорит, «Прозреть! Прозри!» Так тебе надо было кричать, «Не помилуй меня!» А говорить конкретно, «Помилуй меня!» «Исцели меня!» «Мою слепоту!» То есть нужно было назвать, что ты хочешь, в чем тебя помиловать или чем тебя благословить. Я иногда обращаюсь так к родителям, жениха и невесты. Они говорят, «Пастор, а можно мы вот в процессе, когда вы будете, значит, сочитывать, я говорю, я буду давать наставление жениху и невесту, ну вот, чтобы мы благословили наших детей». Я говорю, «А чем вы их хотите благословить?» «Ключ от машины или ключ от квартиры?» «Чем вы?» «Они на меня смотрят такими глазами?» Я им говорю, «Вот то, чем вы хотите их благословить, это моя прерогатива. Это я их буду благословлять Словом Божьим. Да благословит тебя Господь тем, тем, тем и тем. А ваша прерогатива – принести ключи от машины или ключи от квартиры или вещи какие-то. Вот этим можете благословить. А сейчас, пардон, займите ваше место, а я буду заниматься моими делами». Поэтому, повторяю, глагол «в разуме». Он должен представить, что мы просим. Очень важно. Я часто это повторяю в наши тревожные дни. Век беспрецедентных потоков всякого рода гибельной информации, носителями которой являются эмиссары мамоны. Только тот, кто любит Слово, изучает Слово, познает Слово своим сердцем, подчиняет себя Слову, зависит от Слова, пребывает в Слове, не будет увлечен в погибель. Мы должны знать, что материальный успех и связанный с ним интеллектуальная значимость и эмоциональная раскрепощенность в служении Богу, который сегодня так приветствуется. Свободу во Христе. Давайте свободу. И он начинает непонятно, какой частью тела прославлять Бога. Послушай, этой частью тела никогда не прославляют Бога. Никогда этой частью тела Бога не прославляют. Посмотрите, у хулиганствующих харизматов, чем они Бога прославляют? Задом. Они вертят этим задом настолько, что невозможно. Писание говорит, руки воздевай. Я желаю, чтобы воздевали руки. Они вместо, да, они воздевают руки, но только какие-то вот знаки, но в это время они еще чем-то его славят. Ведь танец – это язык тела. Это преступление. Это преступление перед Богом. Никогда в храме танцы не были позволяемы. Люди могли танцевать, радоваться, выражая просто радость там где-то за пределами храма. Но здесь было все строго и благолепие. Они были пред Богом. Поэтому эмоционально раскрепощенность в служении Богу, материальный успех, интеллектуальная значимость, что мы много знаем, не является ни мерилом духовности, ни плодом духа, в силу чего не может назидать наш дух во Христе Иисусе. Если мы не господствуем над желанием обогатиться, то мы являемся поклонниками бесовского князя Мамоны. Если мы пытаемся своим умом постигнуть ум Божий в предмете его написанного слова, мы ставим свой ум наравне с умом Божиим и обрекаем себя на погибель. Если проявление наших эмоций во время служения и поклонения Богу не контролируется истиной написанного слова, рано или поздно это обратится в проклятие, выраженное в гордыне непристойности и распущенности. Как я говорю все время этот пример, хотя и часто, но тем не менее, как один молодой человек пришел из харизматического служения, которое недалеко от нас, недавно покаявшийся у нас, его брат увлек туда, пойдем, посмотришь, как там славят Бога. Он мне сказал, пастор, я сказал моему брату, когда началось прославление, тащи меня скорее отсюда, я сейчас кого-нибудь изнасилую. То есть, прославление возбудило его низкие сексуальные инстинкты. Настолько, что он готов был уже кого-нибудь насиловать из этих прославляющих девиц. Настолько они славили Бога. Поэтому, чтобы приносить жертву хвалы в порядке предписываемых уставов, необходимо в поклонении Богу или в призывании Бога, все время наблюдать связь хвалы, чтобы она соответствовала уставам Бога, которые отражают суть самого Бога и являются духом и истиной. Бог есть дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине. Иоанна 4, 24. Исходя из Писания, назначение жертвы хвалы источником которой является познание и соблюдение уставов Божиих, это способность в своей хвале призывать Бога. И такое назначение включает в себя очень разные смысловые оттенки и составляющие. Ряд этих составляющих мы с вами на предыдущем служении уже прошли или коснулись. Назначение жертвы хвалы призвано являть жизнь Бога и бить ключом жизни из недр нашего сердца. Далее назначение жертвы хвалы призвано струиться из нашего сердца потоком в направлении сердца Божьего. Далее назначение жертвы хвалы призвано изрекать в притчах сокровенное от создания мира. То есть когда у нас будет настоящая жертва хвалы мы получим знание сокрытое в притчах и начнем его изрекать в этой хвале. Далее назначение жертвы хвалы призвано провозглашать манифест свободы от долгов и рабства всякой зависимости в пользу зависимости от Христа. И на сегодня, что я хотел, назначение жертвы хвалы призвано протекать под воздействием силы уставов Божиих, выраженной в помазующей силе Святого Духа во время исполнения Святым Духом. Деяние 1.8. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой или Святый. И будете мне, делаю ударение, и будете мне, Бог говорит, свидетелями в Иерусалиме, не для Иерусалима, а мне будете свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самаре, и даже до края земли. Обратите внимание, здесь речь идет не о том, чтобы в этих местах, а в этих местах, чтобы они были ему свидетелями, Богу. Поэтому хочу сразу обратить наше внимание на начальную фразу «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый», которая означает «Вы будете мне свидетелями только после того, когда обличетесь помазующей силой Святого Духа при сошествии Его на вас». Посмотрите, что это за помазующая сила. Деяние 10, 34, 38. Прежде всего, она ранее была, разумеется, на царях, на священниках, на пророках, иногда на людях, которые избавлялись от проказы. Петр отверг с устатства ей сказал, «Вы знаете, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворяя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». Отсюда следует, что быть помазанным означает, что Бог послал нас так же, как в свое время послал Иисуса. Потому что быть помазанным означает быть посланным или уполномоченным представлять дело пославшего. Всю, у чего фраза «Бог помазал нас» означает, что Бог с нами или что Бог как свидетель за нас, то есть на нашей стороне. Иисус же сказал им вторично «Мир вам», то есть двойное свидетельство, это он второй раз говорит, «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Как помазал меня мой Бог, так и я посылаю вас, уполномачиваю». Сказав это, дунул и говорит им, «Примите Духа Святого». То есть вот это помазание. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Обладите помазающую власть, дано прощать грехи или же оставлять грехи на человеке. А для этого надо знать уставы, на основании которых следует прощать либо оставлять. А посему фраза «И будете мне свидетелями» означает быть свидетелем на стороне Бога и свидетельствовать в Его пользу. А более раскрытая эта фраза означает на иврите «Будете уполномочены мною, будете свидетельствовать в мою пользу, будете в этом помазании представлять мой суд, будете водимы помазующей силой Святого Духа, будете защищать мою правду, будете представлять пред лицом моим ходатайства в помазующей силе Святого Духа». Полномочия нашего свидетельства, выраженной в помазующей силе Святого Духа, в защиту правды Божией, отражена в различных образах и на сказаниях. И вот одно из них. Захарий 4, 2, 14. Я выборочно взял стихи. «Вижу, вот светильник весь из золота и чашечка для елея наверху его. Семисвечника наверху стоит чашечка. На этом семисвечнике для елея. Отдельная чаша для елея. И семь лампад на светильнике. И по семи трубочек у лампад, которые наверху его. И две маслины на нем. И одна с правой стороны чашечки, а другая с левой. Ангел, говорившись со мной, отвечал и сказал мне, что это за чаша с елеем и эти две масличные ветви, которые по обе стороны изливают елей в эту чашу, которая стоит на светильнике. А потом оттуда из этой чаши она уже изливается всем светильником, всем лампад. Лампады отличаются от чашечки. Чашечка или чаша – это куда наливался елей, а потом из этой чаши наливали его в лампады, в семь лампад. И эта чаша должна была быть прикрепленной к светильнику. Ангел, говоривший со мной, сказал мне, это слово Господа к зараводелю, выражающее не воинством и не силой, но духом моим, говорит Господь. То есть этот елей, который выливается вот из этих двух масличных ветвей, это слово Божие и Святой Дух. Это два свидетеля, Слово Божие и Святой Дух. Это они являются образом елея, который наливается в чашечку. А наш Дух, написано Дух Человека, это светильник Господень, Дух возрожденного от Бога, Человека, светильник Господень. Наши светильники, мы знаем, должны гореть. Если они начнут гаснуть, они начнут гаснуть из-за того, что в чаше не будет елея. А не будет елея, потому что не будет двух вот этих ветвей. Потому что мы начнем пользоваться через эмоции или через интеллект нечто другими способами, чтобы определить, что Бог с нами или Он не с нами. Поэтому вторично стал я говорить и сказал ему, что значит две масличные ветви, которые через две золотые трубочки изливают из себя золото. И сказал он это, два помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли. Два помазанные елеем, это два уполномоченные, посланные свидетельствовать в пользу Бога, Слово Божие и Святой Дух. А посему, быть свидетелями Богу означает быть помазанными, чтобы приносить жертву хвалы в помазующей силе Святого Духа. Потому что подлинной силой уставов Божиих, которые призваны выражаться в жертве хвалы, является помазующая сила Святого Духа. Без наличия помазующей силы Святого Духа уставы будут мертвой буквой. Как тело без Духа мертво, так и уставы Божие представленные без помазующей силы Святого Духа будут мертвы. До тех пор, пока законодательная сила уставов Божиих, обуславливающая порядок Царства Небесного, который должен раскрыть суть нашего царского и священческого предназначения в нас, не будет помещена в наше сердце Святым Духом, Святой Дух не сможет служить для нас помазующей силой, посвящающей нас в наше царское и священническое предназначение. А посему быть свидетелями Богу означает быть царями и священниками Богу. Будете свидетелями мне, будете царями и священниками мне, то есть отделенными и посвященными Богу для этой цели посредством Его помазания. Исход 40.12.15 И приведи Аарона и сынов его ко входу в скинью собрания и омой их водою, и облеки Аарона в священные одежды, и помажь его, и освети его, чтобы он был священником мне. И сынов его приведи, и одень их в хитоны, и помажь их, как помазал ты отца их, чтобы они были священником мне. И помазание их посвятит их вечное священство в роды их. Вы видите, помазание посвящает нас в священство, в царское священство и в священческое священство. Вот что говорится об Израиле. Псалом 104.12.15 Когда их было еще мало числом, очень мало, и они были пришельцами в ней, и переходили от одного народа к другому, и царство к иному племени, никому не позволял обижать их, и возбранял о них царям. Не прикасайтесь к помазанным моим, и пророкам моим не делайте зла. Вы видите, не прикасайтесь к помазанным моим. 2 Коринфянам 1.20.22 апостол Павел пишет, «Ибо все обетования Божии в нем, да, и в нем аминь, в славу Божию, через нас, утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас. И есть Бог, который и запечатлел нас, и дал залог духов сердца наши». Помазанный Богом означает святой или отделенный для Бога, искупленный или выкупленный Богом, оправданный Богом, освященный Богом, посвященный Богу, усыновленный Богом, взятый Богом в свое дело, святыня Господня. Мы сейчас будем с вами молиться. Несмотря на то, что я не успел до конца дальше продлить эту мысль, но я думаю, что на сегодня этого достаточно. Я думаю, вы поняли, кем вы являетесь во Христе Иисусе. Что во Христе Иисусе Бог рассматривает всех вас помазанными, искупленными, отделенными для определенной цели. И что Он намерен нечто сделать из вас, чтобы вы были свидетелем для Него, чтобы вы свидетельствовали в Его пользу, а не в пользу самих себя. Чтобы вы удовлетворяли Его желание, Его волю, а не свои желания. И когда воля Божия будет поставлена в нашем сердце на первое место, и мы начнем искать Его, тогда Бог начнет исполнять то, что Он хочет сделать о нас. И тогда действительно, Бог действительно хочет, чтобы мы были исцелены. Но Он говорит, это моя воля, это я хочу. Но ты для того, чтобы быть исцеленным, должен искать мое царство в моей правде, в моем мире и в моей радости. Ты должен начать хвалить Меня, называть несуществующее существующим. Если ты не можешь этого делать, значит, ты не принял настоящего оправдания и не знаешь, что такое правда. Встанем, пожалуйста, будем молиться и да благословит нас Господь в этой молитве. Все желающие обратиться к Богу от зависимости греха, от страха, позора, болезни. Мы ждем вас, мы будем молиться о вас. Аминь. Да благословит вас Господь. Я сейчас буду молиться вместе с вами и прошу вас глубоко верить, что Бог за вас. Он на вашей стороне. Он свидетель вашу пользу. Он хочет исцелить вас. Это Его право. Он хочет избавить вас от позора. Это Его желание. Он хочет привлечь вас к себе и сделать вас свидетелем Ему, чтобы вы могли провозглашать Его правду, Его мир и Его радость, чтобы могли словословить и хвалить Его подобающей хвалой. Глаза закрыты. Это элемент тайной комнаты. Ладони подняты к небесам. Это то единственное, что мы можем делать пред Ним, воздевать наши руки пред Богом. Это элемент хвалы. У вас вздетые руки. Я хочу, чтобы без гнева и сомнений воздевали чистые руки пред Богом. У вас чистые мотивы, чистые желания. Молитесь со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе с моим позором, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, защити меня, возьми мой позор, исцели мою рану. Я принимаю Твое исцеление в Твоем слове через пролитую кровь Твоего Сына. И прямо сейчас перед небом и адом я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословить Тебя, Господь, да презрить на Тебя светлым лицом своим и помилует Тебя и додаст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да будут прокляты всякие вирусы, болезни в теле Твоем и на теле Твоем. Да отступят от Тебя все беды. И да будешь Ты облечен благословение Бога Твоего. Да придет оно на Тебя и на потомство Твое и исполнится на Тебе. И весь народ да скажет Аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok